А перед просмотром этого видео я хотел бы попросить зайти и подписаться на канал Герона. Он делает обзор модов, обзор карт, различные мини-игры, такие как Sky Wars и другие. Всё это вы сможете найти у него на канале. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в нашу седьмую серию шестого сезона Pixelmon. Я очень рад тому, кто сейчас находится вместе со мной прямо тут и смотрит это видео, потому что мне нужна ваша поддержка. Если честно, она мне очень важна. Для меня она очень важна. Поэтому, ребята, мы сейчас будем продолжать выживать в нашем мире покемонов. И что мы будем делать? Перед тем, как куда-то мы потопаем... Ух ты, нифига себе громила. А давайте проверим, давайте проверим, какая Тортера сильнее. Сильнее наша или... Мне кажется, всё-таки... Хотя... Но, мне кажется, всё-таки, да. Всё-таки наша будет намного сильнее, потому что... А, она взорвалась или что? Непонятно. Непонятно. Дальше. Так, это сюда. Для вас у меня небольшой сюрпризик. Ребята, я начал строить дом. Я не знаю. Я не могу сказать, что с этого получается. Потому что дом... Я строю просто-напросто сходу, да. То есть, что я только придумываю в голове, что у меня творится. Я сразу это строю. Поэтому, пока что вот такой дом у меня получается. Я не поставил чекпоинт... Такой, какой чекпоинт? Я не поставил поинт, да. Чтобы туда можно было тпхнуться. Поэтому нам нужно туда будет пробежаться. Вот он где-то... Да, вот на карте уже его можно заметить. Что я там его уже начал строить. Я не скажу, что самый суперский дом. В принципе, он закончен где-то на процентов 15. Я только начал строить стены. Но вы уже сможете посмотреть. Я включу... Я включу день. Потому что днем будет... Днем будет намного... Он красивее, чем ночью. Сейчас, ребята, смотрите. Во! Вот будет наш домик. Я честно не знаю, ребята. Вот тут большущая гора. Я это все выравнивал. И вот наш домик. Давайте пойдем внутрь нашего дома. Он еще не достроен. Там, если честно, еще даже стены не все построены. Вот с этой стороны тут еще вообще ни черта нет. Только вот тут. Но все же тут уже можно забежать. Тут у нас будет первый этаж. Вот. Тут у нас большие окна будут. Тут маленькие окна. Тут у нас, наверное, спальня будет. Во! Уже можно будет посмотреть, что и как. Тут окна. Тут окна на такой маленький дворик, да. Тут посередине у нас будет то ли какое-то озерцо, то ли дерево какое-то крутое будет вот сюда. И тут... Да, в принципе, вот сюда дерево будет идти. И вот тут будет прозрачный пол. Тоже стекла. Это со второго этажа. С балкона второго этажа. Это будет открываться вид на вот эту полянку, которая у нас тут находится рядом с нами. Ух ты, белочка какая. Тут тоже стекло будет, мне так кажется. А тут какая-то другая комната. Тут еще не достроено. Я не знаю, что тут будет. Кухня, мне кажется, будет где-то вот тут. Тут, может, будет какая-то лаборатория, да. То есть, фосилмашины и все остальное. Тут тоже у нас будет... Что там у нас будет? Большое окно. Так, давайте сначала убьем гипно. Быстренько. Если мы его, конечно, сможем убить, я надеюсь. Если он сейчас нас не зафигачит. Нет, не зафигачит с одного удара, поэтому мы его быстренько запинали. Дальше. Так, это мы уже лутали, не смотрите. Вот тут у нас будет второй этаж. Тут еще такие небольшие комнатки будут. Вот тут. Вот тут. Я не знаю, что это за комнатки будут. Тут, возможно, хотя невозможно, мне кажется, я там сделаю склад. Я еще до сих пор не нашел, не установил мод на сундучки. На железные, золотые, алмазные. Но я постараюсь это уже сделать к следующим сериям, потому что я просто пока что еще не нашел. Или не пытался, не знаю. А вот тут у нас, наверное, вот это я еще не продумал. Первый этаж нам хватит уже практически для всего. То есть даже на этот... Да, не хочу я сейчас дождик. Я люблю дождик, но не сейчас, когда я объясняю. Прекращайся. Опа, прекратился. Если учитывать то, что у нас первый этаж уже очень-очень-очень-очень-очень большой, то если тут у нас будет спальня, тут у нас будет лаборатория, тут где-то у нас будет кухня, тут у нас можно большущий просто-напросто сделать склад сундуков, то нам второй этаж, в принципе, нафиг не нужен. Ну, а я хочу построить какой-то большой дом, и вы уже можете заметить, что он действительно большой получается, хоть он еще даже не достроен. Тут у нас будет вот тут склад и вот тут склад. А вот там у нас балкончик, когда вот туда выходишь. Большой балкончик, если честно. Там можно даже сделать то ли какой-то навес, то ли сделать лежаки с зонтиками, мол, загорать можно. И вот тут то же самое. Вот тут отсюда выходишь, да, вот смотрите. Отсюда выходишь, и тут будет вот тут большая крыша, вот такая будет. Я не знаю, что там сделать. Может там бассейн какой-то сделать, тоже с лежаками. Может там бассейн и какой-то даже мини-сад сделать, да, мол, даже вот такие деревья будут там расти миниатюрные, или как это называется, искусственные, да, деревья. Но посмотрим, посмотрим. И вот тут где-то у нас то ли плантация будет, тут может мы покемонов разводить будем. Но это все еще потом. Мне, если честно, потом в серии нужно вот этот дом достроить, потому что, честно... Так, давайте мы даже тут сделаем waypoint дом. Потому что это действительно много времени занимает, и я это еще не успел сделать. Вот этот дом я строил, может, около минут 30-40, да, и это я не придумывал, а у меня просто в голове что крутилось, я то и строил. Опа, это откуда тут вообще появилось, не имею представления. Может вы, может, мы случайно выкинули? Не знаю. Фух, что нам нужно делать? Болы, ну, болы вот эти у нас есть, которые мы подропали. Куда бы нам пойти? Куда бы нам пойти? Куда бы нам пойти? Я пока что не знаю. Давайте мы вот это будем собирать. И, в принципе, нам уже нужно какие-то другие... Нам нужно выращивать какие-то другие апреконы. Да давайте, знаете, какие будем выращивать? Давайте будем желтые выращивать и черные. Потому что желтые нужны для ультраболов. Так, желтый сюда, зеленый сюда, черный вот сюда. Желтые нужны для ультраболов. Вроде нужно один желтый и два черных, чтобы сделать один... Хотя это, если честно, не очень круто. Это не очень круто. Потому что ультрабол делается, знаете как? Один желтый апрекон, два черных, ты соединяешь и получается только одна верхняя частина, да? Покебола не так, как, например, у даскболов. Когда ты соединяешь два зеленых апрекона, один черный и получается три верхней части у покебола. То есть, три апрекона, три части. А в ультрабола три апрекона, одна часть. Мне кажется, нам тогда стоит даже квикбол иначе дело. Потому что квикболы, они... Ну, мне кажется, даже в какой-то степени, может, на парочку процентов, они будут получше, чем те же ультраболы. Поэтому, мне кажется, что квикболы будет самое то. Но я не помню, как они делаются. Вроде желтые, вроде желтые с синим. А синий есть у нас. Синий у нас был миллион процентов. Да, вот он. Поэтому, в принципе, давайте будем выращивать синий тоже. Синий фиг его знает. Давайте вот тут будем. Это можно уже собрать. Я сказал, это тоже можно уже собрать. И, в принципе, можно еще даже вот тут посадить. Потому что черные апреконы требуются практически везде. Практически, мне кажется, в каждой. Даскбол, ультрабол, квикбол. Но в другие там дайвболы и вот это не требуется. Потому что, в принципе, они нам, если честно, даже пока что не нужны. Так, это можно сюда поставить. Куда мы будем идти? Я пока что не имею представления. То есть, может, мы дальше будем продолжать летать. Может, мы будем искать каких-то покемонов. Посмотрите, Тортера у нас уже достаточно-таки прокачанный травяной покемон. Поэтому, нам нужно искать Тортере замену. Нашему Ивангаю нужно искать замену, допустим, Бульбасавра, Снайви и других. Я видел как раз там Чикариту возле дома, когда я строил вот этот дом. Там куча просто-напросто Чикарит гуляла. Я бы, конечно, мог словить, но у меня болов ноль. А вот эти Фрэнд Болл, Дайв Болл, вряд ли они словят ее. И, в принципе, знаете что? Я уже так думаю, давайте мы Пиплопа переименуем в Фроста. Фросту. Фрост. Вот так. Здравствуй, Фрост. Ты сейчас в нашей команде. Ребята, давайте поприветствуем Фросту, летсплейщика. Мне кажется, ну, почему кажется? Все его знают, да? А кто не знает, кто только присоединился к нашему сезону, тут мы в этом сезоне решили называть покемонов в честь летсплейщиков, да? То есть, первый Тортера это у нас уже Ивангай. Сейчас Фрост стал, точнее, Пиплоп стал Фростом. Ух, я не знаю, сможем ли мы его убить? Пиплоп стал Фростой. Да, вот это крутая атака вылечивает. Но она вроде пропускает, может, один ход. Я не знаю. Пиплоп стал Фростой. Почему? Потому что Пиплоп, ну, такой, ледяной, можно сказать. А Фрост как раз сочетается с ледяным, да? Поэтому круто. Мы будем искать замену Тортерии, но нужно перед этим сделать болы. Нужно перед этим сделать болы. А знаете что? Давайте вот, что я хочу посмотреть. Вот, что я чуть не забыл посмотреть. Есть ли у нас... Есть ли, есть ли, есть ли... Да, есть. Круто. А знаете, что есть? Я хочу сделать бэкпак. Я хочу сделать какой-то красивый бэкпак. А хотя, в принципе, зачем мы его будем сейчас красить? Вот так. Бэкпак у нас есть. замечательно. Я как-то, если честно, я даже забыл о бэкпаке. Так, это можно всё. Это можно всё. Это можно всё. Всё-всё-всё-всё. Просто-напросто отсюда выкинуть. Точнее, выложить, что нам сейчас нафиг не сдалось. Болы? А ну сейчас. Болы я, если честно, не знаю. Нам, мне кажется, уже нужно включать голод. Уже нужно включать голод, поэтому я, ребята, со следующей серии уже включу голод. Потому что к этому нужно приготовиться. Опять там дождь идёт. Ух, нафиг. Я как понимаю, если дождь начинается... Офигеть. В этой версии, если дождь начинается, тебе обязательно его переждать. Потому что во время постройки дома дождь начинался каждые 2-3 минуты. Я его выключал, 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 мать его, вот этот дождь, он всё равно появлялся, появлялся и появлялся. То есть, нужно переждать дождь или поспать, чтобы он просто-напросто прошёл. И тогда уже будет, нормально. И, в принципе, он уже не будет падать долгое время. Я на это надеюсь. Потому что он действительно запарил уже. Так. В какую сторону бы нам побежать? Где мы ещё не были? Чтобы нам поискать? Может, мы в зимний бьём пойдём? В джунгли? В глиняный бьём. Давайте в глиняный бьём пойдём. Знаете почему? Потому что в предыдущей серии мы там не провели достаточно так времени. А если нам повезёт, то мы сможем... Если нам повезёт, то мы сможем даже найти ещё парочку покеболов. Это будет круто, если мы всё-таки сможем их найти. Плюс к тому, смотрите, знаете что? Плюс к тому, наш ноктавл уже, в принципе, 20 уровень. Нужно сейчас оставить тортеру в покое на какое-то время и прокачивать только ноктавла. Тоже прокачать его где-то до 40 уровня. После этого можно уже начинать искать... О, вот видите, был ещё там. После 40 уровня можно начинать искать ему замену. То есть мы выложим ноктавла, а возьмём, допустим, слу... Ух ты. Давайте Фросту немного прокачаем, если его не убьют. Выложим ноктавла и слоим, допустим, Фирова или Пиджей или какого-то другого летающего покемона или даже того же Багона, которого мы видели вот тут. Не Багона, а Соломенца, но всё-таки нужно будет словить Багона, которого мы видели вот тут в Глинном биоме. Или даже нашего старого, знакомого, всеми любимого рулет. Да, ребята, это рулет там, не знаю какой, мясной фиг его знает. Вот ещё один рулет тут. Много рулетиков тут бегает. Если честно, ну, мне нравится этот покемон. Крутой. Так, полетели дальше. Мне кажется, сначала нужно вылечить. Мне нужно вылечить... О, нифига себе. Смотри, какой тут мостик прикольный. Смотри, какой тут мостик прикольный. Генерация какая, да? Офигеть. То есть, гора. Гора. Внизу каньон. Вот, каньон идёт. В каньоне речка. И через вот это, знаете, как будто в фильмах, прикиньте, как будто вот в фильмах вот такое бревно, длинное такое бревно над каким-то большим каньоном, да? И вот эти актёры всегда так пытаются, идут такие, смотрят вниз, не упаду, не упаду, идут, идут на этом бревне такие, через этот каньон. И прям так пробегают. Ох, мы это пробежали. И действительно, вот такое какое-то ощущение у меня сейчас склалось. Ну, прикольно, прикольно. Знаете, вашу мать, знаете, что, да, какое ощущение, я могу сказать, с уверенностью, то, что за эти 7 серий мы пропустили около 30 боссов Мэджикарпов. Потому что, если вы помните, то в предыдущем сезоне, на принципе, почему в предыдущем сезоне в самом мане, в самой, не в мане, о, нифига себе, сколько бы был думал. В самом пиксельмоне большие, я скажу, 40% всех боссов, которые спанятся, это водные боссы, которые спанятся где-то в озере или в речке. И это 40% это всегда Мэджикарпы, там 10% еще Гулдины, потом идут боссы, которые спанятся в земле, те же конченые Дактрио, Диглиты, которые нам надоедают, да, потому что я всегда нервничаю, когда вот эти заразы спанятся в земле, и нам нужно в землю за ними бежать, чтобы их убить. Ну, а вот такие покемоны наземные, чтобы они заспанились боссами, это, честно, очень редко, потому что, может, мы в первых сериях и нашли, а, нет, не пропускает один ход, значит, я ошибся. Может, мы в первых сериях и нашли нишайни, босса, вульпикса, который, в принципе, заспавнился сразу же перед нашим домом, но это очень сильно повезло, потому что такое вряд ли еще когда-то повторится, нифига себе, какая там дырища. Поэтому, ребята, вряд ли, ну, будем смотреть, будем смотреть. Как-то в первых сезонах мы справлялись с этим, вроде в первых сезонах у нас были и много мастер-болов, мы как-то их находили, выбивали из боссов, вроде мы легенд находили, и, если честно, нам даже покер-радар не был нужен. Но, со временем все меняется, и те же версии стали намного в какой-то степени сложнее, потому что, если взять первые версии, то да, я могу сказать, что мы там находили о, Соломен, здрасте. То, что мы там находили, ух, это большие уровни, то, что мы там находили боссов из каждого, мы находили, смотрите, в первых сезонах, а, это долго будет, это долго будет, в первых сезонах мы можете находить боссов, я не говорю, что мы их не находили, но тогда мы может находили двух боссов в 30 серий, вот там, я вижу, я вижу, ребята, вы заметили, вот там больчик у нас, поэтому даже не будем садиться, просто-напросто пробежимся. если в первых сезонах мы находили один болт где-то в 10-15 серий, то с этого болта мог, не болт, а, если мы находили босса, каждые там 15 серий, да, то с этого босса, можно сказать, почти каждый раз падал мастер-бол, потому что в тех версиях мастер-бол падал намного чаще, чем сейчас, да, и сейчас ты находишь босса и взять тот же предыдущий сезон, то в предыдущем сезоне мы убили около там пару тысяч боссов, ну, ладно, может это даже много пару тысяч, может там мы убили, допустим, тысячу боссов за весь сезон, из тысячи боссов нам выпало может 5-10, нет, 5-7 мастер-болов, в предыдущем сезон, в первых сезонах, если мы находили босса, то с 10 боссов, которых мы убивали, можно сказать, за весь сезон, нам выпадало уже там несколько мастер-болов, и в принципе, тогда нам этих мастер-болов, тогда нам эти мастер-болы в принципе были, хватало нам этих мастер-болов, потому что мы ловили только одну-две легенды, и у нас была цель, чтобы закончить сезон, словить одну-две легенды, в принципе, так же, как сейчас в этом сезоне, у нас цель это словить одну-две легенды, и когда мы это сделаем, то можно сказать, что одну цель мы выполнили, потому что Всех покемонов, всех легенд Мы миллион процентов не будем ловить Потому что, ну, ребята Может это и реально Я не могу сказать, что это нереально В принципе, мы можем это сделать Но сколько это нафиг серии понадобится Чтобы нам выловить Каждого покемона в этом сезоне Без покерадара Если в предыдущем сезоне С прокачкой покемонов С тем, чтобы их найти С тем, чтобы их прокачать У нас заняло около 120 серий, чтобы Закончить сезон Сколько займет сейчас серии Без покерадара Этот сезон, чтобы словить всех покемонов И чтобы их выловить И чтобы их Прокачать Я даже боюсь представить Если честно Это будет дохрена, если честно, серии Поэтому, ой, еще один соломенс Поэтому мы и ставим какие-то такие цели Словить 100 покемонов Прокачать их Словить там одну-две легенды Словить там несколько шайни покемонов И, в принципе, можно сказать Сезон закончен, да Белдум, белдум, белдум Репитболом его нету смысла ловить Может, бы и повезло каким-то болом Но точно не репитболом Потому что репитболом Тебе много раз нужно кидать в него бол, да А потом Как будто ты много раз повторяешь его Хочешь его словить И хочешь, и хочешь, и хочешь И пытаешься его словить Но не можешь, а потом кидаешь репитбол Что, мол, ты уже Ты уже прям Заколебался уже кидать в него бол И пытаться его словить И в репитбола есть потом Больший шанс, что ты словишь Слову покемона Но Вряд ли Белдум это, знаете, как будто Какая-то легенда То есть, я не говорю Ребята, многие, знаете, воспринимают Как это, я не знаю Как будто какое-то оскорбление Что я говорю, что Белдума Нужно ловить мастер-болом То есть, я не говорю, что Белдума нельзя словить Обычным болом Я это не говорю Это реально В принципе, так же реально Словить Белдума Обычным болом Как и словить легенду Обычным болом В принципе, это реально Я говорю, что это нереально Я не говорю, что это нереально Но это очень сложно, это вам нужно, это вам должно очень повезти, чтобы вы словили Белдума или Легенду обычным болом. Вот в предыдущем сезоне мы словили Селеби Даскболом, и в принципе нам повезло, потому что, ну, потому что мы его словили, и это, если честно, очень тяжело. Также вам и может повезти словить Белдума обычным болом, или словить там того же Суикуна или Груудона обычным болом. Вот еще одна деревня, это реально, ребята, в принципе это реально, но это реально очень сложно. Может вам, конечно, повезет, но я не знаю, сколько нам нужно будет потратить стаков, вот именно стаков, сколько нам нужно будет потратить, чтобы словить Белдума или там какую-то Легенду обычным болом. Ну или там Даскболом, или еще чем-то. Тут есть вообще вот та фигня. Тут вроде нету вот того дома, где сундук есть. Ах, вы заразы, а. Ладно. А, еда. Я как-то очень всегда ленивый собирать вот эту еду. Ух, нифига себе напугал. Это как-то, ну. Ух ты. А ты прям умный, паскуда. А что? Он пшеницу, да? Ух, нифига себе. Ребята, смотри, какие они умные. То есть, когда мы забираем их хавчик, то не сажают новый. Офигеть вы умные, заразы, а. Вот вы реально. Ладно. Эконс там большущий. Так, это сюда. Полетели, полетели, полетели. Это кто там у нас? Это у нас какой-то тренер. Ночью, как всегда, как у нас уже обычно, мы выключаем шейдеры, потому что ночью ни черта не видно. Ночью, в принципе, по сути ни черта не видно. Шейдерами вообще жопа. Жопа, жопа темнющие. Шейдерами. Поэтому мы их и выключаем. Я не знаю, что я сейчас хочу тут найти в саванне. Может. Хотя боллы тут, в принципе, тяжело будет найти, потому что из-за кучи. Из-за кучи травы, которая растет. Это, в принципе, очень сложно заметить. Может боссов. Я не знаю, может мы просто так будем летать и может мы боссов найдем. Вроде, ребята, нам нужно еще какой-то биом найти. Мы вроде нашли даже уже и глиняный биом. Мы уже и джунгли нашли. Мы уже нашли, в принципе, все, что только можно было. Конечно, грибной биом мы не нашли. Но, в принципе, зачем нам грибной биом? Там никто не спаится. Нет тут смысла. Там спаятся обычные покемоны, как и везде в других биомах. То есть, там нету, знаете, каких-то особенных покемонов. Хотя, в принципе, они могли бы это сделать. Это было бы намного прикольнее. То, что глиняный биом, он такой, как бы, ну, редкий, можно сказать. И было бы круто, если бы они вот так сделали. То, что там спаятся какие-то особые покемоны. Добавили бы, может, каких-то новых покемонов. И дали нам задание найти грибной биом. И попытаться словить какого-то нового покемона, который спаится только там. Мне кажется, это была бы действительно крутая идея. Знаете, что я сейчас смотрю? Я просто ищу горы. Ну, не обычные горы. Не, ребята, не экстрим хиллс, не смотрите. А горы, которые заполнены гравием. Потому что в этих горах спаунятся... В этих горах спаунятся бешарпы. А на бешарпах, как вы знаете, очень круто качаться. Я бы... Я лавитара, мне кажется, словлю. Это будет наш, наверное... Ну, не скажу, что следующий. Но один из следующих покемонов это у нас будет. Это будет 100% один из наших следующих покемонов. Потому что, в принципе, он мне нравится, если честно. Я как раз вроде его там в обзоре мода смотрел. И... Ну, он прикольный. Он прикольный. Поэтому я, если честно, его даже очень... Я его хочу, ребята. Прям... Я его хочу. Ну, ладно. А перед тем, как идти куда-то кого-то ловить, нам хотя бы болы, да, нужно сделать. Или хотя бы найти какие-то парочку болов. Знаете, то есть... В каких-то сериях у нас попадается там 10 болов на каждом шагу, да. Ну, ладно. 10 не 10. Но в какой-то там предыдущей серии или предыдущей-предыщей серии нам попалось около 5 болов. Где-то вокруг нас, да. И это, ну, в принципе, офигеть. Потому что 5 болов, которые заспанились около нас. И которые, в принципе, там валялись. И мы их смогли забрать. Это, ну, много. Вот сейчас мы уже сколько летаем в пустыне, я ничего не могу найти. Ничего. Не единственного бола. Это очень... И очень фиговенько. Потому что мы идем на охоту сейчас за болами. Уже которые в серию мы идем на охоту за болами. А не идем на охоту за покемонами. Или там апреконами. Или еще за чем-то. Но все же, знаете что? Давайте будем возвращаться домой. Вот тут еще пустыня. Давайте еще тут пролетим. Будем мы все-таки возвращаться сейчас домой. Потому что нужно сейчас, если честно, больше времени находиться дома. А зачем? А затем я вам отвечу то, что апреконы растут только тогда, когда ты находишься рядом с ними. Это же не сервер. И, в принципе, те же печки работают только тогда, когда ты рядом с ними. Те же апреконы растут только тогда, когда ты рядом с ними. И поэтому то, что что-то там жарится или что-то там растет, не имеет никакого смысла. Потому что оно не растет, оно стоит на месте. Не то, что на месте, а просто ожидает, когда мы придем. И те же апреконы и те же я вроде там рыбу поставил, да, в печку жарится. То они продолжат сожариться и продолжат расти только тогда, когда мы вернемся сейчас домой. Я не имею понятия, что я хочу сейчас найти вот тут. В этой пустыне, кроме покеболов. Ну, ладно. А знаете что, ребята? Ах ты, я хотел, чтобы тут был океан, а тут океан? Да, тут вроде что-то в этом роде. Океан. А знаете почему? Потому что это же версия Майна 1.8. Знаете что? Тут, а в принципе, о, мне кажется, нужно запомнить вот этот. Нужно запомнить. Знаете зачем? А потому что если мы вернемся потом с заводными покемонами, когда мы уже там прокачаем пиплопад, да, потому что это водный там, ледяной и такое. Когда мы потом уже его докачаем, нам нужно будет вернуться на остров какой-то. Потому что тут мы сможем словить и сквертла. Мы тут сможем словить и... О! Я какой-то слепой, ребята. Тут мы сможем словить и сквертла. И фиролига... Не, ну не фиролигатора, а первую его эволюцию. Я, если честно, уже забыл. Как это можно забыть? Но я забыл. Сквертл... Да, ладно. Забыл. С кем не бывает, забыл так забыл. Ладно, сейчас мы тут напишем остров. Вот так. Замечательно. Знаете что? В этом... В этой версии мода... Не в какой нафиг версии мода. В этом... В этой версии пиксельмона... Да не пиксельмона, а майнкрафта. Я прямо вообще не знаю, что я хочу сказать. В этой версии майнкрафта спамятся же подводные данжи. Я не знаю, честно, нужны они или нам, или нет, но... Можем попытаться их найти. Может, там что-то крутое будет. Нифига себе. Вот как он называется. Тотодайл. Вот как он называется. Тотодайл. Как я нафиг это мог забыть, я не представляю. Тотодайл он называется. Может, мы тут даже немножечко покачаемся. В принципе, как обычно, травяные покемоны хорошие против водных. Поэтому наша Тортера, в принципе, даже нормально так сможет прокачаться. Вот, замечательно. Нужно нашего... Нужно нашего Ноктола прокачать к какому-то там 30-му уровню. А, в принципе, он уже 30-й скоро. Нужно прокачать хотя бы к 40-му уровню. А после этого, в принципе, можно его спокойно уже выкладывать в компьютер. Конечно, после того, как мы словим какого-то нового летающего покемона. Потому что, по сути, нам не будет на ком летать. Но, все же. Ребята, а вы представьте на секундочку, что сейчас где-то тут посередине океана у нас заспавится Киогр или Лугия. Я бы так смеялся, что я, если честно, даже не представляю. Это бы был какой-то настоящий троллинг. Потому что, знаете, как всегда, когда у тебя есть там мастер-боллы, как в предыдущем сезоне. Что там, офигеть, сколько у тебя там боллов и вот этого всего. И ты ходишь уже, я не знаю, какую там 10-ю, 20-ю серию. И пытаешься заспавнить легенду, чтобы ее уже наконец-то словить. И чтобы закончить этот уже сезон. То они нафиг не спавятся. А сейчас, когда у тебя нету ни единственного болла, чтобы даже словить обычного какого-то покемона. То, мне кажется, они сейчас будут кучами нафиг спавиться. Но, как видите, никто не заспавился. Но, это, ребята, я не знаю. Может, сейчас мы вот тут будем пролетать. И на наших глазах тут, не знаю, Райку заспавится. Зараза, которая нас троллила в предыдущем сезоне. Райку, пожалуйста, потролли нас сейчас немного. То есть, заспавимся там пару десятков раз. Мне кажется, это будет круто. И все будут рады, если ты заспавишься. Но, сейчас, как вы знаете, такого не произойдет. Потому что, Райку уже умный, да. Когда мы его словили, то он будет еще там 300 раз спавиться. А сейчас, когда он нам... Ну, я не скажу, что он нам нужен. Потому что он нам сейчас не нужен. Даже если нужен, то у нас нету болов, чтобы его просто-напросто словить. Ладно. Хватит. Хватит, хватит. Хватит это терпеть. Да, ну, в принципе, хватит вот тут летать. Мы уже немного полетали. Вот, как видите, ничего не выросло. Ничего не пережарилось. Потому что это все не работает, когда тебя рядом нету. Так, сейчас. Мне нужно узнать, как делаются квикболы, чтобы уже наконец-то... Чтобы уже наконец-то искать замену нашей тортерии. Нашей тортерии. Поэтому нужно вспомнить, как делаются квикболы. А чтобы вспомнить, как они делаются, нужно взять костную муку. Точнее, нужно взять кость и сделать костную муку. Муку, да. Муку. Извиняюсь за то, что немного заговорился. Так, и... Ну и давайте возьмем... Вот так. И пойдем пережарим. Сейчас мы посмотрим, как вот это все делается. Это можно пока что забрать. Это можно... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это можно поставить. Если, в принципе, они делаются... О, знаете что? А как в этой же версии пиксельмона добавили... Механическую наковальню. Вот как это наковальня пиксельмона, да? Только механическая. То есть она за нас фигачит болы. Не фигачит болы, а... Фигачит вот это. Части болов, да? Как, например, сейчас мы там делаем часть, идем сюда и выковываем вот эти части. То мы ставим туда часть, и они сами как бы выковываются. Но она употребляет уголь, как обычная печка. Но мне кажется, в этом ничего такого страшного нету. То, что она уголь употребляет. Нет, что-то... Что-то, что-то, что-то тут не так. Вот. Даже не нужно использовать костную муку. Что-то тут не так. А-а-а! Оно желто, вам не кажется, делает. Оно, мне кажется, желтого делается. Вот так. Давайте тогда еще там возьмем. Оно желтого делается. Я почему-то вспомнил просто-напросто цвет квикбола. Синий... Я думал, синий и черный, но он вроде синий и желтый. Поэтому сейчас мы посмотрим. Если все-таки получится вот сейчас, то я уже буду знать, как их делать. И со следующей серии мы уже начнем производить большие партии болов. И начнем клепать и ловить, в принципе, всех покемонов подряд. Нет, подряд не скажу, потому что подряд нет. Но все же. Так, это сюда. Да! Да, значит, нужно в два раза больше... Нужно в два раза больше синих, чем желтых. Понятно, 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 понятно. Круто. Круто, круто, круто. Все, я... Ух, нифига себе, сколько там уже серия идет. Ребята, давайте на этом уже будем заканчивать. Потому что серия уже идет больше, чем полчаса. И когда... В этом сезоне как-то серии реально уже такие большие, да. То есть там не 17, не 18 минут. И даже там не 23, не 25 минут. А уже больше, чем полчаса. Это, если честно, очень много, ребята. Давайте... Так, знаете что? Опа. Во. Наш Фрост. Ребята, в принципе, вот так мы будем заканчивать. Если бы еще вот это не глючило. Вот так будем заканчивать. Ставьте лайки, ребята. Я буду очень рад, если вы поставите лайки. Потому что лайки... Я повторюсь для тех, кто не знает. Да течет ли... Волос нафиг. Лайки... Я ничего с лайков не получаю. Лайки это просто-напросто отдельная мотивация, чтобы выпускать новые видео. Поэтому, если вы хотите видеть новые видео скорее, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Потому что у меня появятся дополнительные серии силы, чтобы записать дополнительные серии, точнее новые серии. И также оставляйте комментарии. Если вот ты сейчас меня смотришь и ходишь, чтобы я прочитал твой комментарий, все, что тебе требуется, это просто его оставить. Потому что, честное слово, ребята, я читаю каждый комментарий. Каждый, 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 каждый комментарий. И пытаюсь ответить на каждый из них, в принципе, или там, когда есть вопрос, или когда какой-то адекватный комментарий. Потому что, знаете, некоторые ютуберы просто заливают видео и уходят им срать на подписчиков. Ну, я не говорю кому-то, но может кому-то там есть. На комментарии они просто-напросто уходят и даже их не читают. А я, если честно, волнуюсь и читаю каждый комментарий. Подписывайтесь на мой канал, я буду этому очень рад Вступайте в нашу банду крутых перцев Да, Фрост, 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 Фрост И, в принципе, еще и Вангай у нас есть Меня просили назвать Триулу TheBrainD, там, ну, может, назьем Или, может, там, кем-то другим назьем Я не знаю А все же, ребята, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу Большую дружную семью Всем спасибо за просмотр, набираем 800 лайков Выходит новое видео Pixelmon Точнее, следующая серия, если вы, конечно, хотите ее увидеть Всем спасибо за просмотр Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok